Памяти земляков. В свет вышла книга памяти и славы Канинского сельсовета. Первые экземпляры были переданы в школьной библиотеке Ненинского округа. Издание вышло ограниченным тиражом – 500 экземпляров. Помогли издать книгу региональное отделение партии «Единая Россия» и фонд поддержки регионального сотрудничества и развития компании «Лукоил Коми». Подготовка этой книги велась не один год. Шла работа с военными комиссариатами, с архивами. Автор книги памяти и славы Канинского сельсовета Надежда Мясникова по телефону рассказывает о том, как создавался этот бесценный труд. В прошлом заведующая сельской библиотекой, а сейчас пенсионерка, на презентацию книги приехать не смогла. За столом в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева все те, благодаря кому книга увидела свет. На почетном месте среди приглашенных коренной житель села Несь Леонид Кисляков. Память их, конечно, священная и вечная, и бессмертная. Уже давно в селе Несь стоит памятник в честь погибших. На этом памятник в свое время было установлено не только сам памятник стоит, но и колокол бывшей, действующей Невской церкви. И она и сейчас стоит там на месте. Так что, когда 9 мая проводят митинги и мероприятия торжественные, колокол звонит. В книге собраны документы и фотографии жителей Канинского сельсовета, участников Великой Отечественной войны. Очень хорошее издание получилось. И мы привлекли к этой работе как региональное отделение, так и наших членов партии. Откликнулись индивидуально депутаты. И очень важно о том, что связь времен. То есть откликнулись те люди, которые, отцы которых были призваны на фронт с НИСИ. Сергей Коткин, депутат Государственной Думы, один из тех, кто поддержал инициативу по изданию этой книги. Его отец, уроженец села НИСИ, воевал на фронтах до самой победы. Низкий поклон всем организаторам, те, кто это сделал. Это великая работа. Особенно нынче, когда мы видим на всех буквально уровнях власти наших уважаемых европейских государств друзей, в кавычках, которые сегодня пытаются исковеркать историю нашего Отечества. Так вот, вот эти люди, которые это всё издали, вот наши отцы, наши дети, внуки, правнуки, видя эту книгу, держая её в руках, мы никогда не позволим никому измываться над нашей историей. Краеведы и просто неравнодушные люди собирали данные о своих героических земляках буквально по крупицам. Среди материалов, которые вошли в книгу, есть уникальные письма и фотографии. То, что мы сегодня с вами все вместе делаем, это лишь маленькая толика того, что должно быть сделано, что мы сохраняли эту память, берегли эту память и защищали эту память. Я думаю, все вместе, если мы будем работать так, как нам завещали наши отцы и деды, прадеды, так оно и будет. Издать книгу удалось благодаря спонсорской поддержке регионального отделения политической партии «Единая Россия», компании «Лукоил Коми» и фонду поддержки регионального сотрудничества и развития. Часть книг передана в школьные библиотеки Ненецкого округа.